добрый день дорогие друзья приветствую всех на канале smart from china и с вами я александр сегодня на столе у меня посылка с телефоном сяоми да друзья начинаем потихоньку узнакомиться мы с 5 серии смартфонов redmi и сегодня это будет redmi ноут 5a prime версии на 32 гигабайта с отличной селфи камеры давайте смотреть смартфон этот вышел прилично уже по времени парочка месяцев наверное но на старте продаж он будет очень дорогой и смысла его покупки в общем-то большого не было сейчас цена его нормализовалась и можно как говорит уже рассмотреть его приобретение поэтому и мы будем его в общем то тестировать смотреть как он в деле так что у нас написано ноут 5 а версия 3 на 32 дата выпуска сентябрь семнадцатого года пять с половиной экран 16 мегапиксельная фронталка сканер отпечатка 435 snapdragon lte запечатанный аппарат но нигде не написано что это глобальная версия давайте смотрим то собственно из себя представляет надо сказать сразу что это не самый простой смартфон в линейке ноут пять раз минут пять так здесь нас как обычно комментация на китайском да это китайская версия переходничок не зря здесь находится вот есть еще самая простая версия которая на четыреста двадцать пятом снабдрегоне она идет 2 на 16 так блок питания зарядного устройства на 2 ампера кабель micro usb но все как обычную сяоми вот отличается он еще более простой камерой и отсутствием по моему сканер тот простой этот у нас имеет корпус хитрый да нет это пластик ребята хотел сказать металлический нет это пластик сделан он под металл и сделал очень хорошо красиво сделан единственный так сказать минус серьезный сразу из коробки этого аппарата что здесь батарея стоит только 3000 ммч зато у него есть и один очень важный плюс наконец-то стали делать лотки на две сим-карты и карточку памяти посмотрите но неужели раньше нельзя было до этого додуматься отличное решение как мне кажется так это пока смартфон включается посмотрим внешний вид как я уже сказал крышка задней пластиковой она сделана под металл стилизован сканер отпечатка пальцев 13 мегапиксельная камера вспышка однотоновая 1 светодиодная сверху передатчик никуда не делся для управления техникой 3,5 вход микрофон 2 шумоподавления кнопка включения качалка громкости правая сторона на левой стороне я уже показал лоток не гибридные а нормальные наконец-то и динамики у нас снизу вернее динамик один снизу микрофон и микро юсб но тайп си низа не заводит бюджетный сегмент на фронтальной части 5 с половиной дюймовый экран с разрешением hd 3 сенсорные кнопки без не вижу по моему без подсветки сенсорные кнопки значит фронтальная камер 16 мегапикселей фронтальная вспышка датчики освещения приближения разговорный динамик но в общем то все сейчас мы все это пропустим и продолжим и первый сюрприз друзья аппарат у нас имеет только китайский английские языки в прошивке и действительно это была заводская упаковка я впервые получаю китайскую версию заводской упаковки так смартфон загрузился друзья до сюрприз преподнес нам китайский магазин gearbest вид того что не поставил прошивку с русским языком ну да ладно давайте смотреть дальше экран вполне себе ничего да кстати присутствует олеофобное покрытие очень неплохое и есть два слайда и закругление лучше бы его конечно же не было так прошивка китайская прям китайская китайская вон видите приложение всякие разные много кто ругал экран не знаю отличный hd экран довольно неплохо смотрится даже при пяти с половиной дюймовой диагонали посмотрим прошивку прошивку на 7 1 2 8 5 8 достаточно свежая но мне восьмая еще 3 гигабайт оперативной памяти 32 накопитель доступно 22 видите как сильно отжирает нынче внутренние накопитель прошивка и установлены программы на тут возможно китайский хлам еще виноват конечно давайте посмотрим какие компоненты у нас установлены экран очень хорош очень хорош высокая контрастность хороший довольно баланс белого так данные об экране l7 information т.м. наверно тианма 1901 720 панел да так камера основная samsung s5 k3 l8 хорошо нам знакомая 13 мегапикселя и фронтальная камера s5 k3 p8 sp так b3 айди что-то еще есть интересного память феникс и ммц ну в общем как-то так я думаю прошивка уже есть которую можно на этот аппарат установить да и наверно глобальной вес уже на подходе я покупал достаточно давно точно знаю что младшая версия аппарата глобалка уже имеется чет давно я не распаковывал смартфоны сяоми еще меня смущает все-таки немножко английский язык чуть-чуть непривычно хотя я с английским знаком так что у нас есть вай фай один диапазон дисплей двойной этап имеется отлично работающий настройка цветовой температуры как обычно присутствует звук давайте послушаем какой звук в этом аппарате а такой же примерно как и в остальных бюджетниках сяоми ничего необычного нормальный звучок пароли сканер отпечатка но я думаю со скандином тоже никаких сюрпризов скорее всего он тут от модели уже известный нам установлен давайте попробуем проверить как он работает да очень шустро также как на 4x примерно все записался да отличный сканер но и давайте посмотрим камеры фронтальную и основную для начала конечно основную опции настройки quality high ставим сразу высокое качество ну и давайте сделаем фотографию в общем-то по камере тоже сюрпризов никаких быть не должно поскольку хорошо известный нам модуль стоит основной я имею ввиду а вот фронтальный наверное фронтальный наверное подробнее будет протестировать ну конечно тоже больше в обзоре так их качество записи видео в общем то тоже скорее всего full hd проверять я его сейчас не буду до получать знакомая камера ничего нового нет так ну и давайте посмотрим фронтальную камеру это фокусу фронталки нету так автофокусу фронталки нет ребята она focus free но качество ее неплохое я почему-то надеялся что камера фронтальная будет с автофокусом ну да ладно в общем неплохой аппаратец по внешнему виду качество сборки очень достойный олеофобное покрытие присутствует отпечатки конечно немножко остаются но также хорошо стираются с него сборка нареканий не вызывает ничего не люфтит не дребезжит не кнопки не болтаются ну в общем как то так давайте еще посмотрим чехол у меня для него есть брендовый пришел до до этого заранее о мофи кстати фирменный как это штука смотрится в чехле по-моему книжка китайские подарки новый год у них уже да какие-то странные дед морозы и снегурочки так вот такой брендовище чехол до не жальце мафи хоть тяжелый какой еще такой тяжеленный то тяжеленный сам смартфон не очень тяжелый поэтому будет не страшно так смотрим без магнита без магнита а жаль или может быть надо включить где-то эту функцию да ладно разберемся потом слушайте тяжел какой тут тут что бронеплита что ли у него слушайте по моему здесь кусок металла да очень очень жесткий корпус дайте посмотрим может быть есть все-таки нет что-то нигде не нашел разблокировки чехлом ну да ладно может быть потом найду если нет небольшая беда ну что друзья вот такой вот аппарат будем его тестировать будем смотреть ну и конечно в полном обзоре с вами поделюсь всеми нюансами его работы на сегодня это все всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал на группу вконтакте ну и до новых встреч пока